В обновлении Reaper 7.24 появилось много новых функций, включая изменения в настройках автоматизации. Теперь мы можем изменять их размер. Много изменений в автоматизации, рендеринге и редакторе пользовательского меню. Много всего. Давайте посмотрим. Начнем с нескольких улучшений, которые упростят работу. Линейка, добавление действий и пунктов контекстного меню линейки для установки или сброса времени начала проекта или начала измерения. Допустим, мы хотим, чтобы начало проекта было на одиннадцатой полосе. Для этого нужно открыть настройки проекта, нажать на эту кнопку, изменить время начала измерения, установить ноль на текущий курсор редактирования, нажать ОК. Теперь начало отчета времени находится на одиннадцатой полосе. Если мы хотим сбросить это значение, нужно нажать правой кнопкой мыши в области линейки, изменить время начала измерения, установить его на курсор редактирования. Сбросить время начала проекта, установить единицу измерения на ближайшую единицу измерения или сбросить время начала проекта. Теперь начало отчета времени установлено на одиннадцатой полосе, а единица измерения на единицу. Вернемся к началу проекта, к левому краю и нажмем правой кнопкой мыши, чтобы изменить время начала, сбросить время начала проекта. Давайте сбросим это значение и время начала проекта. Давайте сбросим это значение. Теперь вам не нужно заходить в настройки проекта, чтобы сделать это. Теперь это можно сделать в контекстном меню линейки. Также есть действие, сброс времени начала проекта или времени измерения, сброс времени проекта. Показать действие транспорта в виде транспорта, воспроизведение записи остановки. Это как бы ответ на недавнее видео Кенни о транспортном барабане. Многие люди случайно нажимают на кнопку остановки записи, когда играют. Новички, например, могут случайно нажать на эту кнопку. Теперь в меню просмотра вы увидите кнопку воспроизведения записи стоп. И вы увидите это в списке действий. Если вы ищете кнопку воспроизведения или запись, вы сможете найти транспортный барабан. Вместо показать транспорт, теперь будет отображать транспорт, воспроизведение, запись, стоп. Это для тех, кто не знает, что такое транспортный барабан. Это просто лента для записи и воспроизведения. В цифровом формате это не имеет смысла, но это термин, который мы используем, и он используется во всех программах для редактирования аудио. Кнопка воспроизведения запись стоп. Как бы вы это назвали? Пакетный конвертер улучшает поддержку преобразования видеофайлов, импортированных из разных источников. У меня есть несколько видео на таймлайне. Я перейду в меню файлов, выберу пакетный конвертер файлов. Я импортирую их с таймлайна вот так, с помощью кнопки «Добавить». Теперь я конвертирую их в 24-битные WAV-файлы и могу делать такие вещи, как нормализация и тому подобное. Так что да, это просто улучшенная поддержка захвата файлов с таймлайна и их обработки. Если это стереофайлы, вы можете конвертировать их в моно. Вы можете оставить их в исходном формате, изменить частоту дискретизации, добавить метаданные. Если у вас есть несколько файлов, которые были экспортированы вместе с видео или исходными записями, где вы не используете видео. Или если вы просто хотите отделить звуковую дорожку от видеофайла, выполнив при этом нормализацию и ограничения по кирпичикам. Я считаю, что это очень удобно, когда я записываю на телефон GoPro или что-то подобное. Нажмите «Источник», затем дважды щелкните по диалоговому окну «Свойства источника». Добавьте частоты образцов метронома в меню предустановок. При сохранении проекта с медиафайлами нажмите «Образцы». Все в порядке. Теперь переходим в меню «Вставка» и нажимаем «Источник». Это создает элемент метронома, который можно растянуть настолько, насколько вам нужно. Дважды щелкнув по нему, вы откроете «Свойства источника» вместо «Свойств элемента», как это было раньше. Так что дважды щелкните, и вы получите все настройки этого элемента. Вы можете изменить образцы метронома, громкость, паттерн и все остальное. У вас есть меню предустановок, которое также есть в новом элементе метронома, о котором мы поговорим позже. Но да, просто дважды щелкните по нему, и вы получите доступ к этим настройкам вместо того, чтобы открывать «Свойства элемента». Это хорошее улучшение. Генератор временного конуса, дважды щелкните по диалоговому окну «Свойства источника». То же самое здесь. Переходим в меню «Вставка» и нажимаем «Генератор временного кода». Это создает элемент генератора временного кода, и дважды щелкнув по нему, мы откроем свойства, где сможем изменить формат, временной код, смещение начала и другие параметры. Итак, вместо того, чтобы открывать «Свойства элемента» по умолчанию, теперь при создании элементов определенных типов, например, «Вставка», «Действие вставить как новый дубль», по умолчанию будут открываться «Свойства источника». Допустим, у нас есть элемент в проекте и элемент, который мы хотим импортировать в проект. Чтобы скопировать, нужно нажать Ctrl плюс C. Если я открою Reaper и начну редактировать, то смогу вставить элемент, который импортирует медиафайл в существующий элемент на таймлайне, как новый дубль. Если они разной длины, то можно растянуть, чтобы увидеть полную длину. Работает ли это с несколькими элементами? Давайте проверим. Итак, я нажимаю «Копировать». Сейчас я зайду сюда и нажму сочетание клавиш Ctrl плюс V. У вас это будет не Ctrl плюс V, но да, несколько дублей. Это здорово. Вы можете найти это в списке действий. Вставьте это дубль и элементы. Конверты, параметры и внешний вид предпочтений для управления масштабированием точек конверта. Это очень просто, но я думаю, что это замечательное дополнение. Если вам когда-нибудь казалось, что точки конверта слишком маленькие, теперь вы можете это настроить. Вот здесь, масштабирование точек конверта. Сейчас у меня оно установлено на 1,5 с коэффициентом масштабирования невыбранных точек. 0,75. Давайте вернем значение по умолчанию 1. Давайте также установим его на 1 для стандартного использования. Я не буду увеличивать масштаб при редактировании, но добавлю точку, добавлю еще одну точку, и вы увидите, что эта точка не выбрана, а эта выбрана. Две точки. Я думаю, что масштаб точек конверта можно увеличить до 9. Да. Вот смотрите, здесь 9. А если мы хотим, чтобы невыделенные точки были поменьше, то можно сделать так. Например, 0,5. Это масштаб относительно предыдущего размера точки конверта. 9 — это очень большое число. Я думаю, что 1,5 будет хорошо работать и 0,75 — это хороший размер для невыделенных точек. Многие просили сделать так, чтобы пользователи с нарушениями зрения могли изменять размер точек. Если у вас экран с разрешением 4К и точки конверта всего пару пикселей в ширину, теперь вы можете их изменить и сделать их более удобными для использования. Дорожки. Экспорт MIDI игнорирует дорожки, которые не воспроизводятся. При нажатии на пустое место в области заголовка дорожки будет сохранена последняя быстрая копия дорожки. У нас здесь есть дорожка с несколькими фиксированными элементами. И первое, что изменилось, это то, что если на разных дорожках есть MIDI, но некоторые из них не воспроизводятся, то MIDI на этих неактивных дорожках не будет учитываться при экспорте проекта MIDI. А другое изменение связано с целевым объектом для вставки. Вот это выемка вокруг курсора редактирования. Вы можете нажать на панель управления треком, или на таймлайн, или на пустое место здесь, и это переместит курсор редактирования и целевой объект для вставки такого элемента. Копируйте или вырезайте в любом месте, где вы нажмете, и это будет целевым объектом. Но с фиксированными дорожками это не сработало. Поэтому здесь три дорожки. Так что мы будем добавлять эффекты по очереди, но можно также нажать на область заголовка. Вот здесь. Теперь мы переместим это. Если я наведу курсор на заголовок и по какой-то причине не хочу нажимать на временную шкалу, я могу нажать на заголовок дорожки и прямо рядом с кнопкой Solo, которая перемещает цель вставки. Автоматизация позволяет выбрать, какой конверт будет записан, когда включены предварительные и постэффекты. Сброс защёлок, если не включен режим предпросмотра, при перемещении курсора редактирования во время остановки или паузы. Улучшено поведение автоматизации обхода эффектов. Хорошо, теперь мы немного углубимся в автоматизацию. Давайте сначала посмотрим на настройки. Здесь есть новая опция. Если включены панорамирование громкости для предварительных и постэффектов, ширина конвертов, цель, оба конверта, конверт предварительных эффектов, конверт постэффектов. Я пока оставлю это на обоих конвертах. И давайте включим пару конвертов. Давайте перейдём к конверту предварительных эффектов и стандартному конверту громкости. Я переведу это в режим записи. И вы видите, что оба конверта включены для записи. И если я запущу воспроизведение и буду двигать контроллером, вы увидите, что они меняются. Можно также двигать регулятор громкости дорожки. И это влияет на оба конверта, потому что они включены, верно? Теперь, если я зайду в настройки и переведу это в режим конверта постэффектов и снова включу запись. Я начинаю с этого, я перемещаю панель управления или контроллер, или сам элемент пользовательского интерфейса для фейдера. Но при этом не записывается объёмная область предварительных эффектов. А ещё мы можем перевернуть его на другой диск, чтобы записать объёмный конверт с предварительными эффектами. Итак, теперь у вас есть возможность писать обоим одновременно, и это просто вопрос выбора, какой из них включен или нет. Так что если бы у меня было это на обоих, я бы снова включил режим записи, отключил полосу префиксов, и я начал бы писать. Запись будет производиться только на ту полосу, которая включена, и не останавливаясь, я включу вторую полосу. А теперь записываются предэффекты и постэффекты с объёмными огибающими, и я могу отключить постэффекты и записать только предэффекты. Ты можешь как бы заставить его всегда записывать в предэффекты или всегда записывать в огибающую постэффекты. Это своего рода переопределение, если они оба вооружены. Если ты будешь более внимателен к тому, какие из них ты ставишь на охрану, то, вероятно, это не будет иметь никакого значения. Сбрасывай защёлки, если их нет, в режиме предварительного просмотра защёлок при перемещении курсора редактирования во время остановки. Итак, у нас здесь есть регулятор громкости, и я настроил этот трек на защёлкивание. Если я в данный момент остановлен, значит транспорт не движется. А если я передвину регулятор громкости на панели управления, то смогу, знаете ли, установить громкость вот здесь. Если я передвину курсор редактирования, то состояние фиксации изменится. И когда я перемещаю контроллер, он устанавливает это значение. А если я перемещу его ещё раз, он больше не будет активно записывать. Например, если я нажму кнопку воспроизведения здесь, он не будет записывать никаких огибающих точек, пока я не коснусь фейдера. А потом, когда ты начинаешь активно писать, состояние фиксации сбрасывается, пока ты двигаешь курсор редактирования, пока не коснёшься чего-нибудь. Понятно? Это довольно незначительное изменение, но я думаю, что важно, чтобы параметры не записывались, когда ты перемещаешь курсор редактирования в новое положение. Но есть исключение, в режиме предварительного просмотра фиксации параметры могут записываться, но ничего не сохраняется, пока ты не напишешь что-нибудь. Я хочу записать текущее положение времени. Я нажму клавишу L на клавиатуре, и текущее положение будет записано. Как видишь, ничего не изменилось. Я могу выбрать другое время ещё раз, и ещё, и ещё. И я записываю текущее положение фейдера в дорожку с огибающей. Разница в том, что в режиме фиксации и касания при остановке запись прекращается, а в режиме предварительного просмотра фиксации нет. Так что в режиме предварительного просмотра фиксации ничего не изменилось. Автоматизация эффектов улучшилась. Хорошо, я запущу воспроизведение, и когда я буду что-то нажимать, начнётся запись. Если я просто нажму на кнопку обхода, которая добавила огибающую, начнётся запись автоматизации обхода в проект по мере перемещения курсора редактирования. Понятно? Думаю, это логично. А когда я остановлюсь, всё вернётся в исходное состояние. Если я сейчас не буду двигаться, то нажму на кнопку обхода, и это приведёт к завершению проекта. Так что сейчас она выключена. Я могу переместить курсор и снова нажать на эту кнопку, и тогда обход не будет активирован. Основное отличие в том, что иногда для записи автоматизации нужно дважды нажать на кнопку. Это небольшое улучшение, но теперь работать стало проще и интуитивно понятнее, и стало легче записывать автоматизацию обхода. Источник щелчков метронома. Увеличьте максимальную длину паттерна щелчков до 72 ударов, восстановите множитель четырёхкратного щелчка, поддерживайте предустановки для частот щелчков. Всегда показывайте редактируемую текстовую версию паттерна щелчков. В предыдущем обновлении мы полностью переработали метроном, добавив сетку для настройки различных паттернов метронома. Теперь вы можете просто нажать здесь и создать свой паттерн. Раньше были доступны только одинарная и двойная скорости, а теперь есть четырёхкратное, что даёт вам 16-шаговый паттерн на такт, что довольно удобно. Кроме того, у нас есть четыре разных сэмпла, которые можно загрузить, и генераторы частот. В этом обновлении у нас также есть предустановки сэмплов, так что вы можете настроить их по своему вкусу, а затем сохранить. Я сохраню это как мои стандартные сэмплы маримбы. Вы можете загрузить их сюда. Если я поменяю местами палочки и субпалочки для A и B, то получится вот что. Я сохраню это как палочки. Сохранение настроек палочки. Готово. Мы можем вернуться к стандартной настройке маримбы, и вот как это звучит. У нас есть возможность настроить проект с использованием сетки метронома. Просто переключитесь на неё. Можно задать разные шаблоны нажатия, например, два раза нажать на ха быстрее. Так же можно задать тройной ритм. Теперь с метрономом можно делать очень многое. Редактор пользовательского меню, название меню экспорта при записи. Файл меню Reaper. Импорт. Теперь меню Reaper или набор меню Reaper можно редактировать без последствий, можно отменить или применить изменения. Импорт. Меню Reaper позволяет импортировать из совместимых контекстов. При импорте меню Reaper в исходный контекст, можно задать имя меню при импорте и улучшить поведение при перетаскивании меню Reaper набора меню Reaper. Опционное меню, настраиваемое меню панели инструментов. Допустим, у нас есть панель инструментов 13. Я хочу экспортировать эту панель инструментов. Я просто экспортирую её на рабочий стол. Затем, когда я перехожу к другой панели инструментов, например, панели инструментов 14, я могу импортировать её и загрузить, и это не вызовет никаких проблем. Всё будет работать так, как должно было работать, и так далее. Но до этого обновления, если вы экспортировали панель инструментов 3, вы могли импортировать её только на панель инструментов 3, если вручную не отредактировали текстовый файл. Это было не идеально, но теперь всё исправлено, и это здорово. Кроме того, это не сохраняется автоматически. Пока вы не нажмёте «Применить», здесь будет отображаться звёздочка, означающая, что изменения не сохранены, и их можно отменить или сбросить. Давайте посмотрим, что произойдёт, если вы просто перетащите и импортируете. Это работает очень интуитивно, просто импортируется в пустой контекст. Что произойдёт, если мы импортируем это в уже существующее меню? Оно заменит его. Я думаю, это справедливо. Мы не можем объединить их таким образом, но мы можем выбрать несколько, скопировать, вставить, так что мы можем делать всё это. Это отличное дополнение к редактору панели пользовательского меню. Нормализация, добавление настроек для нормализации действий, которые применяются ко всем фрагментам медиа. Добавление настроек для нормализации моно-медиа и дополнительных минус 3 дюймов B при нормализации медиафайлов, рендеринга или конвертации. Изменение описаний действий, чтобы было понятно, применяется ли общий коэффициент усиления при использовании последних настроек. Понятные формулировки для всех действий по нормализации и выпадающих меню. Поддержка нормализации отдельных элементов до самого громкого или как если бы они были одним длинным элементом. Так что в нормализацию добавлено много новых функций. Вот все действия по нормализации и они либо изменены, либо переименованы. А ещё есть возможность сделать так, как будто это один длинный элемент или отдельный или два элемента. Давайте выберем несколько образцов, и я добавлю их на одну дорожку. И попробуем некоторые из этих разных вариантов с функцией нормализации. Давайте также расположим их вот так и отключим сетку. Хорошо, сначала нам нужно установить параметры. Давайте нормализуем до минус 2, например. И у нас есть варианты нормализации каждого элемента отдельно до самого громкого, как если бы это был один длинный элемент. Каждый элемент отдельно. Каждый элемент будет нормализован до минус 2, и вы можете видеть это в названиях файлов. Плюс 8, 0,94 и так далее. Так, теперь отменим это и сделаем так, чтобы все звучало как один длинный трек. В зависимости от того, что мы выберем, нормализацию громкости или пиковый уровень, результат может отличаться. Я думаю, что для нормализации пикового уровня он будет примерно таким же. Давайте установим краткосрочный максимум на минус 30. Здесь нет монотреков, но мы будем нормализовать каждый трек отдельно. Хорошо, давайте попробуем сделать так, как будто это один длинный трек. И это действительно меняет настройки. Нормализуем по самому громкому треку. Думаю, результат будет примерно таким же, а затем отдельно для каждого трека с другими настройками. А теперь давайте вернем все настройки в нормальное состояние. Эти действия доступны в списке действий при редактировании, но они также должны применяться при рендеринге. Да, когда вы выбираете отдельные медиафайлы и затем нормализуете их, у нас есть возможность нормализовать каждый файл отдельно. По самому громкому файлу, по одному длинному файлу или по мастер-миксу. В конвертере пакетных файлов для нормализации доступны не все параметры, которые мы видели в окне рендеринга. Здесь все обрабатывается как отдельные файлы. И я думаю, что это немного неожиданно, обрабатывать все эти файлы как отдельные, как будто это один файл для нормализации, а затем экспортировать их отдельно. Мне кажется это странно. Но если вам так удобнее, дайте мне знать в комментариях. Группы дорожек. Поддерживается до 128 групп. Не показывайте полный список пустых групп. Ограничитесь самой большой группой с названием и еще 16. В окне группы рядом с используемыми группами будет стоять галочка. У меня есть три трека, которые нужно добавить в группу. Я нажму правой кнопкой мыши и найду параметры группировки треков. У меня на панели инструментов есть кнопка для этого, но вы знаете, что можно сделать и так. Теперь это выпадающее меню с группами. Оно было изменено. Раньше там было 64 группы, а после обновления добавили еще 128, но я попросил их изменить способ отображения, потому что список был длиной в километр. И там были все 128 групп, даже если они не использовались. Я предложил несколько вариантов, но в итоге мы остановились на этом обновлении. Теперь у нас отображается 16 разных групп. Если вы нажмете на это, то список сузится, а затем снова расширится. Или если все они названы, вы можете перейти к группе 32, переименовать ее, и она тоже появится в списке. Это немного оптимизирует отображение большого количества групп, фокусируясь на тех, которые действительно используются. Итак, я назначу это первой группе. Я назову ее гитарой и установлю флажки по умолчанию. Вот так. Теперь, когда это используемая группа, вы видите, что здесь стоит галочка. Это еще одна функция, которую я запросил. Так намного удобнее видеть, какие группы используются. Так, если я выделю здесь два басовых трека, а затем нажму кнопку группа, то по умолчанию они попадут в группу 1, но я вижу, что она уже занята, потому что здесь стоит галочка. Поэтому я выделю группу 2, загружу флаги по умолчанию и закрою это окно. Затем я сделаю то же самое с треками для синтезатора. И теперь я вижу, что группы 1 и 2 уже заняты, хотя я не переименовывал группу 2. Это видно по галочке. Так что я могу перейти к группе 16 для синтезаторов. Загружу флаги по умолчанию. И я вижу, что группа 16 уже занята, а группы 1 и 2 тоже заняты. Теперь, если у вас есть проекты с тысячей дорожек, вы можете создать 128 групп для их организации, что значительно упростит навигацию и автоматизацию. Кнопка рендеринг добавлена для запуска рендеринга в файл после успешного предварительного рендеринга. Добавлен пункт контекстного меню для открытия диалогового окна рендеринга пиков без необходимости фокусироваться на проекте. После добавления в очередь рендеринга обновите окно очереди рендеринга, если оно открыто. При нажатии на кнопку рендеринг пиков курсор редактирования устанавливается в проекте. Курсор и положение мыши отображаются, когда мышь находится в области отображения пиков рендеринга. По умолчанию график кратковременной громкости можно отключить в подсказке уменьшения громкости. Линейка таймлайна отображается под окном рендеринга пиков. Размер диалогового окна рендеринга увеличен. Улучшено отображение статистики громкости. Кнопки «Открыть файл», «Показать в папке» и «Проводник мультимедиа» учитывают текущий выбор в списке файлов рендеринга. Переключитесь на отображение пиков громкости или на первый клип, чтобы отобразить пики в меню правой кнопки мыши. Измените параметры для завершения рендеринга, чтобы окно рендеринга отображалось в окне настроек рендеринга. Отображение пиков в окне рендеринга. Поддержка добавления файлов рендеринга в проекты из окна рендеринга. Поддержка изменения настроек отображения статистики рендеринга в настройках аудиорендеринга. Поддержка изменения настроек статистики рендеринга в диалоговом окне рендеринга. Поддержка создания временного интервала в окне рендеринга пиков при нажатии на кнопку мыши Временной интервал создается в проекте Поддержка скрытия маркеров и регионов проектов статистики рендеринга HTML Поддержка отображения регионов проектов статистики рендеринга HTML Поддержка нормализации ограничения по мастер-треку при рендеринге выбранных медиафайлов с помощью матрицы рендеринга регионов Или любой другой настройки рендеринга, не затрагивающей все элементы через мастер-трек Поддержка, сортировка, рендеринг, статистика, просмотр Итак, в окне рендеринга появилось много новых функций, и мы начнем с настроек рендеринга. Сейчас я просто проверю, что окно рендеринга не закрыто. В статистике рендеринга мы можем настраивать графики статистики рендеринга. И если нужно, мы можем скрыть маркеры регионов проекта. Сейчас я это отключу. Здесь можно настроить краткосрочный или мгновенный график громкости, но его можно изменить в самом окне рендеринга. Итак, в этом проекте у меня есть несколько маркеров и регионов, и я собираюсь их отрендерить. Эти настройки, которые я только что показал, также можно изменить здесь. А теперь я сделаю пробный рендеринг. В этом окне рендеринга мы видим маркеры и области, включая цвета областей и маркеров. У нас есть график мгновенной или кратковременной громкости. Если мы нажмем здесь, то сможем переместить курсор редактирования, выбрать время, щелкнуть правой кнопкой мыши и вставить маркер проекта или вставить область. Это очень удобно. Нарисуйте здесь область, а затем посмотрите сюда и сюда, чтобы создать новую область для выбора времени. Здесь изменений нет, но они есть в проекте. Мы можем изменить это на график мгновенной громкости. Мы можем отключить график громкости. Клипов не было, но мы видим, что в этом разделе происходит уменьшение усиления. Нажмите здесь правой кнопкой мыши, чтобы снова открыть это окно без модального режима, чтобы вернуться к проекту. Это модальное окно, то есть оно находится поверх всего. Если я нажму, то услышу звук предупреждения Mac, когда закрою окно, щелкнув где-нибудь еще. Но мы можем просто отключить модальный режим, и теперь я могу щелкнуть в проекте, щелкнуть в этом окне и переключаться туда и обратно. Я могу выбирать время и исправлять проблемы, не закрывая это окно. Это предварительный рендеринг. Если я хочу отрендерить файл без изменений, я могу просто нажать рендеринг одного файла. В этом случае мне было выдано предупреждение, что я уже рендерил этот файл, но в остальном открывается окно с отрендеренным файлом, где я могу настроить параметры. Все, что мне нужно сделать, это изменить название файлов, чтобы не перезаписывать их, и я могу это сделать. Я могу открыть последние данные рендеринга, и здесь мы можем включить или отключить маркеры и области проекта. Вот и все изменения для окна рендеринга и для всего обновления. На этом все. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал, если еще не подписаны, и поставьте лайк на Facebook и в Twitter. Поддержите ReaperLack на Patreon и заходите на Reaper. Если вы пропустили предыдущие видео с обновлениями, ссылка на плейлист будет внизу. Спасибо, что посмотрели. Подпишитесь на канал, если еще не подписаны, поставьте лайк на Facebook и в Twitter, поддержите ReaperLack на Patreon и заходите на Reaper. Блог, чтобы узнать больше о наших уроках.